Всем привет! Сегодня у вас немножко видите другой формат. Я сменила камеру, на которую снимаю, и немножко угол у нас теперь будет шире обзора. Будет что-то больше влезать в кадр. Я не понимаю до сих пор, почему никто не говорит о трудностях материнства, когда рождается ребенок, о психологическом моральном состоянии, о физических трудностях. Все об этом молчать, вплоть даже до родственников. Мне об этом, слава богу, рассказала немножко, предупредила меня моя сестра двоюродная, моя подруга немного. Но, честно, я не понимаю, почему все ванильное, шоколадное в инстаграме и на ютубе, и никто об этом не говорит. Поэтому я хочу записать видео, об этом рассказать. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это как какую-то жалость. Я хочу, чтобы ко мне была какая-то жалость и нытье. Ни в коем образом я это прошла. Я этим хочу просто поделиться и предупредить других, кто такого же склада, как я, кому проще знать о чем-то, о каких-то трудностях, заранее к ним подготовиться. Если вы не готовы об этом слушать, вам лучше витать в облаках и уже окунуться в омут с головой, то это видео сразу говорю, выключайте. Вам оно не нужно смотреть. Не расстраивайте себя. Но я хочу просто сказать, донести до людей правду. Реально, да, ваша жизнь не изменится после того, как вы родили ребенка, потому что вы просто эмоционально, гормонально меняетесь, морально в голове. Ваша жизнь не то, чтобы с ног на голову переворачиваться, ну в каком-то роде, да. Ваша жизнь меняется абсолютно, потому что вы становитесь другим человеком. Вы в мире несете немножко уже другую функцию. Все, что было до, оно остается, отходит на второй плат. Но ваши инстинкты, как минимум материнские, да, создают в вас защитницу, мать, которая защищает, оберегает и опекает ребенка, который практически еще не дееспособен никак. Он там не двигается, не ходит, не хушается, там все, вы за него это делаете. И никто не говорит о проблемах сна, например, да. У меня, к сожалению, получилось так, что у меня и вообще, в принципе, это хорошо активный очень ребенок с самого начала, и вот робион был такой подвижный. Я знала, к чему готовиться. У меня типичный ребенок метис, который не сидит на месте и просто в стене готов пальцем проколупать дырку. Это тот случай. Но, когда родился ребенок, почему Милин, мне никто не рассказывал, что будет тяжело. Я слышала о бессонных ночах, но никто не говорил, не предупреждал о режиме сна ребенка. Например, что ты там каждые 40 минут, ты будешь днем и ночью вставать и кормить его. Я об этом, блин, не знала, и мне никто об этом не говорил, так что знайте. Сон первые полгода, у меня вообще нормальный сон мой начался с полутора лет ребенка где-то. В годик более-менее ребенок стал подольше ночью спать. До года это было вот все, как у всех, знаете, где-то поспал, где-то не поспал. Постоянно вот такие глаза, какие-то синяки под глазами, там, не знаю, вены на лице, какие-то синие. Ну, это, в общем, синюшный цвет какой-то белесой кожи. Это усталость и недосып. Когда говорят, ой, ночами не спим, не спит ночами, скорее всего, мать. Отец спит. Или другие родственники, как правило. Я так скажу, вот в эти все проблемы и трудности материнства не попадает тот, у кого есть изначально от рождения какая-то няня, либо родственник, либо мама, либо тетя, которые тебе помогают и днем, и ночью, которые занимаются полностью либо домом и бытом, либо полностью ребенком. То есть у тебя остается время для себя самой, как-то ты сама себя можешь еще обрабатывать. А если у тебя этого еще нет, как у меня получилось, то на мне дом, быт и все прочее, и на врожденный ребенок, и мое разбитое, там, такое болезненное состояние после родов. Так что я вообще, я просто, когда с этим столкнулась, у меня вот такое было. А почему никто не предупреждал? Я предполагала, что будет тяжело, но что настолько, я не знала. Может быть, настолько тяжело, как у меня, не у всех бывает. Просто так сложились обстоятельства. Но, блин, если бы меня предупредили, мне было бы как-то легче вообще в этом жить и быть к этому готовой. Питание, сон, это понятно. Потом у меня у ребенка были до полугода все проблемы с животикой, коликой, запорой, все вот эти вот детские дела с питанием, пищеварением, пока не пошел прикорм. Я первый раз выдохнула вообще нормально, когда у ребенка было 6 месяцев. Теперь хотя бы можно чем-то накормить. Потому что у ребенка была аллергия на мое еще молоко. И там эти минусы всякие, педиатрии, когда надо было переходить на смесь. Но уже было поздно, ребенок смесь не принял. И в итоге мне пришлось докармливать его. Или комбинированное питание тоже не пошло. Короче, куда не ткнешься, везде были до полугода проблемы. Абсолютно совсем. Я вам больше скажу, девочки, не расстраивайтесь. Я вас морально подготовлю. Так у большинства. Мама когда говорит, у меня спокойный ребенок спит, ест новорожденный. Я просто, такое бывает. Это исключение из правил, на мой взгляд. И такие бывают. Это очень, кстати, маленький процент, кто реально спокойный. Дети новорожденные, как, не знаю, в кино показывают где-то таких ангелочков. Это есть. И, мама, у кого так, я вам реально искренне завидую. И вам реально повезло. Потому что в большинстве случаев у всех дети кричат, плачут. Они просто могут кричать просто так. У них что-то болит. Не может выразить ребенок словами, что в чем проблема. И врачи ему не могут до конца знать, что с ним происходит. Он просто орет, например. Или психоэмоциональное развитие. Либо что-то физическое с питанием. Ну, я имею в виду прям маленьких грудничков всяких. У моей знакомой вообще ребенок, внучка у них, она плакала. Проблемы с питанием были. С животиками, вот этими делами. До двух лет. Прикиньте, практически до садика, до двух с половиной лет. Ребенок там пил вот эти антиколики всякие. Вот эти дела, травки, они им давали успокаивающий животик. Прикиньте. Вот. Но потом это переродилось у ребенка. Я, короче говоря, когда вот в это вообще окунулась во все, я офигела. И когда я слышала, что у меня хороший, спокойный ребенок, вот как бывает в инстаграме, на ютюбе, идеально. Я думала, да, в инстаграме идеально. Почему вы об этом матери инстамамке не говорите? Почему никто не делится негативом каким-то? Потому что это тоже нужно знать. Это не тот случай, когда ты ноешь и просишь к себе жалости. Ты, блин, предупреждаешь людей, чтобы остальные были к этому хотя бы морально готовы, чтобы это не застало тебя врасплох. Такая ситуация. Я настолько где-то к трем месяцам ребенку выдохла. С первых три месяца у меня были силы еще после родов остановиться, все на себе тащить и пахать. Потому что у меня уже в три месяца у меня просто прилетела мама. Потому что я уже все, я сломала даже себе ногу. Я просто не могла физически, где способна, вставать с кровати. Настолько я устала и вымоталась. У меня просто так сложилась ситуация, что кровь не могла мне помогать. Она мне помогала, когда у меня был молокостас температуры 40, если что. Когда у меня был молокостас, она мне там приехала. Но по сути потом она не могла мне помогать. У нее своя мама дома, бабушке 90 лет. За ней нужно ухаживать. Она там не встает. И она не могла физически со мной в своей крови находиться. Остальные какие-то родственники, они очень далеко от нас живут. Я оказалась в такой ситуации, что никто мне не мог помочь. Помочь физически просто. Идея какой-то там няни и помощи пришла ко мне позже. Чужие люди дома, я тоже против этого. Мне это личное мнение по душе. Определенно, как бы сказать, есть плюсы и минусы этого. Короче, так вам скажу. В общем, так сложились обстоятельства. В итоге я потом все это пережила. Все это можно пережить. Не паритесь, кто в такой ситуации сейчас смотрит. Девочки, все заканчивается. Вот я вам расскажу. Первые полгода ребенку я выдохнула немножко. Пошел прикорм. И с прикормом наладил с пищеварением и все прочие дела. У меня ребенок быстро перешел на питание. Потом в годик начались более долгий сон. Переход на одноразовый сон днем. Где-то в год и три месяца. Не помню я вот этих всех моментов по возрасту. Ребенок стал один раз днем спать. Фу, мне стало легче. Мне стало появляться свободное время. Два-три часа. Два часа, потом три стало. Мне стало появляться время на себя, на отдохнуть. Поспать в этот момент. Я не знаю, заняться собой. Маску для лица сделать. Для волос ходить в ванну. И все в таком роде. Первое время, когда у меня родился ребенок, первые два месяца, я в ванну не могла выйти. В душ. Не могла помыть голову. Он постоянно орал. Постоянно. Просто ааа, сирена. И днем, и ночью. Потом колики были. О, господи, это вообще кошмар был. Ну, так вот, потом в полтора года моя жизнь реально вообще, я очень хорошо выдохнула, потому что у ребенка наладился сон. Ноги начали ходить, ходьба все дела. Потому что когда ребенок только начинает там в годик ходить, у него психоэмоциональное развитие, скачок идет. И спит у ребенка не очень хорошо иногда, эмоционально кричит вас на нее, или там кошмары снится начинать. Психика развивается, это нормально. И вот в полтора года все стало гладко. А к двум годам ребенок стал уже немножко от меня отделяться. появилось свое какое-то я, интересы свои, непостоянно мама-мама. От этого еще легче стало. И у меня лично шаг за шагом какие-то перерывы по полгода, мне в них становилось, я выдыхала и легче. Но первое, ты когда рожаешь первые два дня... У меня просто ребенок начал орать на третий день, как родился. У него начались колики. Когда говорят, ой, так не бывает, через две недели... Нет. У моего ребенка начались проблемы практически сразу. Я вообще... У меня не было момента адаптации после родов для себя. Меня вообще не существовало. Это было вообще нечто. У меня даже мама, которая первое время мне помогала после родов, она обалдела. Работая с детьми, она сказала, я такого еще не видела, чтобы ребенок был настолько беспокойный. Ну, я понимаю, это физические проблемы ребенка там были с питанием, всеми делами, да, аллергии там всякие. И просто психоэмоциональные. Это у меня такой ребенок, он в принципе по жизни активный, но он при этом веселый, радостный, скачет, прыгает эмоционально, позитивный очень, да. Я считаю, что это лучшее качество. Пусть мне было тяжело в этом моменте, но это качество для жизни, для личности это лучше, конечно. Просто ребенок где-то больше за себя может в жизни постоять, чего-то добиться, поактивнее, не даст где-то спуску, да, в жизни большего добьется. Пусть мне было тяжело, но для ребенка это будет в какой-то мере лучше. Я считаю, что вообще вот это изначально, что вам может облегчить? Это не отвергайте помощь родственников, близких, пап, мам, бабушек, дедушек, теть даже, каких-то или няню наймите, если у вас на это есть средство. Либо морально вы можете лишнего какого-то постороннего дома человека терпеть. Когда посторонние просто люди, определенные свои какие-то правила бывают. Это немножко в коммуникации людей проблематично бывает. Просто женщины в эмоциональном таком состоянии, очень многие, они закрываются и отвергают любую помощь. Я сама, я сама за ребенка, я сама все, даже мужа не подпускает, это огромная ошибка. Очень часто из-за этого потом, вследствие этого бывают всякие разводы, либо затяжные какие-то конфликты с семьей и вообще высокий процент разводов в первый год жизни ребенка. То есть это самое большое испытание для отношений в семье. Если вы это пережили, то есть не кризисы там всяких семи лет и всего прочего, фигня полная. Родите ребенка и посмотрите, кто кому как будет помогать, поддерживать. Это очень-очень важно. Так вот, к чему я? Не отвергайте помощь. Даже если кажется вам, что она вам не нужна, просто на длинную дистанцию ваших сил, если вы были даже морально к этому готовы, к этому испытанию, надолго не хватит. Меня хватило лично на три месяца, потому что просто сфалилось физически и морально. Я просто не могла встать. Это было полное истощение организма, как минимум моей психики. Следующее. Принимайте помощь, опять повторюсь, и отдавайте своего ребенка. Есть свободные руки бабушки, тети. Пусть вы рядом сидите. Отдавайте с рук. Не то, что кормить, например, все в СГВ, обнимашек вот этих всем ласка вам хватит, но морально, чтобы остаться, не быть в депресснике родовом, надо находить время, секундочку, минуточку на себя, уйти в ванну. Я не говорю там про всякие спорты, куда-то одной сходить в магазин, если не у всех это вообще бывает такой возможности. У меня такой возможности не было. Короче говоря, если вам кажется, вам это не нужно, но я вам говорю, вам это нужно. Вам нужно немножко оставаться наедине с самой собой, без людей, без мужа, без теть, без мам, без помощи, без ребенка. Чтобы вы с ним... Сливаться с ребенком это отлично, но именно ваша эгоистичность немножко, психоморальное ваше состояние, вы должны не забывать о том, что вы личность, вы можете существовать без вашего ребенка, потому что у некоторых мам это огромная тоже ошибка. Они сливаются в этот момент ответственности, ну это определенный свой комплекс сыграет, но неважно, сам механизм матери сливаются с ребенком максимально, а потом его очень трудно отпускают, но ребенок сам попросит у вас уже в три года этого, когда кризис самосознания у него будет, он будет делять себя от вас, когда пойдет я, вам придется это делать, вам будет это проблематичнее. Поэтому оставайтесь наедине с собой, без людей, чтобы у вас был внутренний голос, о чем-то своем подумать, попереживать, порадоваться вашему материнству и всему прочему, оставайтесь наедине с собой, вам это нужно, обязательно. Всегда у вас должна быть минутка, вот час хотя бы выйти одной попить кофе в кафе, сходить просто в магазин за теми же покупками. Меня спасало только это, когда с ребенком кто-то оставался, но когда было ребенку три года месяца, потом позже начали всякие колики, все дела, я уже не могла оставаться без ребенка вообще. Но все равно оставаться наедине с собой, это очень-очень помогает, это вам поможет и отдохнуть, и морально самой с собой пообщаться, и выдохнуть. И поэтому прицепляться как ненормальное на себе таскать ребенка в день и в ночь, я, мать, вот это геройство короной на башке, ваш героизм, вот запомните девочки, ваше геройство никому не нужно. Никто его не оценит, никто о нем не спросит, никто на это не обратит внимания, никто вас не похвалит, всем наплевать окружающим, на то, что я же мать, я вот молодец, я и днем и ночью никому ребенку не давала помогать мне, все сама на себе тащила, нафиг это никому не надо. Максимум вас подружки покивают, головой послушают, забудут тут же развернуться. А эта тяжесть моральная, физическая, этот, скажем так, крест на вас, который вы будете вести, а нафиг никому не нужен, кроме вас. Это ваши какие-то уже личные проблемы. Кто был в подобных ситуациях, расскажите, стоит ли об этом рассказывать, предупреждать, вот лично мне, если бы когда-то об этом сказали, я была бы рада, и меня предупредили, и я бы просто так не переживала. Потом просто, когда это все случилось, я начала у всех узнавать, и выяснилось, что все это переживали, у всех это было. Но, блин, почему-то мне никто об этом раньше не говорил. Очень интересно и странно, да? Жду ваших комментариев по этому поводу. Спасибо за внимание. Всем пока.